Итак, второе задание. Исходным данным для второго задания является данные, подготовленные первым заданием, где вы указали свои расходы по дням недели и по статье. Что же требуется от вас при выполнении второго задания? Требуется сделать вот такие диаграммы, которые представлены на рисунках, но или же очень похожие. Логика работы следующая. Значит, мы с вами должны вставить диаграмму. Поэтому давайте с этого начнем. Вставка. Причем понятно, что первая диаграмма это у нас с вами круговая. И поэтому понятно, что она с долями. Ну хорошо, пусто есть. Давайте мы отнесем в сторону. И теперь надо заполнить нашу пустую область диаграммы. Ну как это сделать? Да очень просто. Правая кнопка. Выбрать данные. И теперь мы должны указать те данные, которые должны быть использованы для данного графика. Давайте мы сейчас выберем данные. Нажимаем сюда. Выбираем то, что у нас тут есть с вами. И говорим. И подтверждаем. Ну вот, собственно говоря, мы получили с вами понедельник и его данные. Теперь давайте мы с вами детализируем. Ну, закроем это окошечко. Правая кнопка. Добавить подписи данных. Добавляем. Понятно, появляются значения. Мы можем поменять формат этих значений. А, пожалуйста, пускай это будут доли. Пускай это будут у вершины снаружи. Мы можем поменять некоторые другие вещи, которые вы, так сказать, сами попробовали. И закрываем это все дело. Таким образом, у нас сейчас появилось с вами. В долях вашей затраты в понедельник. Дело в том, что я показал вам только работу в понедельник. Вам предстоит сделать несколько другие графики. А в чем разница? Вы должны сделать график для подсуммированных значений. Как суммировать, вы уже это все знаете. Внешний вид, диаграмм для вас представлен на рисунках. Поэтому вам нужно выполнить данную работу. Уже исходя из тех навыков, которые вы проявили в первом задании. Ну и тех комментариев, которые я дал вам в втором задании. Ну вот, на этом краткий комментарий к этому заданию закончен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!